Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 522 из учебника математика 6 класс Веленкин-Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, решите уравнение. И даны два вот такие вот уравнения. Ну что ж, приступаем к первому уравнению, запишем его и смотрим, что нам здесь нужно сделать. Так, у нас есть здесь отнимание, неизвестное у нас А и у нас есть скобка. Мы сейчас в скобку берем как за неизвестное. То есть как будто вот эта вся скобка это у нас такой один сплошной Х. То есть, грубо говоря, 165,64 отнять Х и равно. Как найти вот этот неизвестный Х? Нужно от того, что у нас получилось, да, 160,54, отнять 160, точнее нет, от неправильно. Нужно от уменьшаемого отнять разницу, да, нашу, то, что у нас получилось. Мы записываем Х, это наша А минус 12,5 и отнимаем. Так, ну здесь я думаю, что устно можно отнять, да, 165 отнять 160, это будет 5 целых. И 64 отнять 54, это будет 10. То есть мы, конечно, запишем это не 10, а запишем как 1 десятая, ну или 10 сотых. Понятно, 10 сотых уже не будем писать. Теперь как найти А? Ну здесь понятно, здесь нужно взять 5,1 и добавить 12,5, да, и найдем это уменьшаемое наше А. Так, здесь тоже устно. 12 плюс 5 это 17, 1 плюс 5 это 6, то есть 17,6. Ну обязательно нужно сделать проверку. То есть сейчас вместо А нужно подставить 17,6. Переписываем все то же самое и подставляем 17,6. Ну что, считаем. 17,6 отнять 12,5. 6 минус 5 это 1. 17 минус 12 это 5. 5 целых 1 десятая. В принципе, у нас это и было. 5 целых 1 десятая. Теперь 165,64 отнять 5 целых 1 десятую. Или 10 сотых. 65 отнять 5 это 160. 64 сотых отнять 1 десятую. То есть от десятых отнимаем здесь 6. Здесь 1 десятая, да, 6 минус 1 это 5. Или же было бы 10, да, у нас могло бы быть, для тех, кто не понимает, что это могло бы быть 10 сотых. 64 минус 10 действительно будет 54. Значит, мы записываем, что 160,54 действительно равно тому, что у нас получилось. То есть мы это просто записали, ответ отсюда переписали, да. Потом посчитали, сколько здесь будет, записали сюда. И это записали сюда. И это действительно равно. Значит, ответ мы нашли правильно. Переходим ко второму. Та же самая ситуация. У нас есть скобка. И скобка будет нашим неизвестным. Как найти вот это вот наше неизвестное? То же самое. Нужно от уменьшаемого отнять разницу, да. Отнимаем. Тоже, я думаю, здесь можно сделать это устно. Так. Ну, или письменно. В принципе, можно быстренько накидать. Кому тяжело устно. Отнять 276. Главное, чтобы правильно записывать целое по целыми, да, десятые по десятыми. 0. Здесь будет 9. Запятую сносим. От 7 отнять 6. Это 1. 1 целое 9 десятых. Записали это. Теперь как найти B неизвестное? Опять-таки, нужно от уменьшаемого отнять разницу. Ну, здесь уже устно можно, да, 6 целых. Это как 65, например, отнять 19. 65 отнять 19 – это 46. Но у нас только запятая между числами, то есть 4 целых 6 десятых. И теперь делаем проверку. Нужно 4 целых 6 десятых подставить вместо нашего B. Записываем наше уравнение и сюда ставим 4. 4 целых 6 десятых. Считаем. 6 целых 5 десятых отнять 4 целых 6 десятых. Но это легко. 1 целое 9 десятых. И от вот этого отнимаем 1 целое 9 десятых. Действительно получается 276 целых 84 сотых. Мы записываем, что это действительно верно. Так и получилось. И на этом все уравнения наши решены. Если тебе понравилось наше видео, обязательно поставь лайк. Также переходи по ссылке под видео на наш сайт. Там ты можешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на наш канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего видео. До новых встреч!